Елена Щербова попала в Харьковское гетто 10-летней девочкой. Сейчас пенсионерке 82 года. Но те страшные дни помнит в мельчайших подробностях. Жили мы в бараках, как все евреи, которые сюда прибыли. В нечеловеческих условиях. Были выбиты окна, двери. У нас в комнате, наверное, метров 12, проживало около 20 человек. Было всего лишь две кровати. Женщина вспоминает, как родители планировали побег. Желающих сбежать из гетто было много. Ведь каждый узник, попавший туда, понимал – из Дробицкого яра живым никто не возвращается. И вот в ночь с 1 января на 2 мама со мной и с сестрой смогла выйти. В 40-градусный мороз, без документов, мать Елены с дочками добралась до Харькова. Дети прятались в разных сёлах, встретились только годы спустя. Своих родных в Харьковском гетто потеряла не только Елена Щербова. Папу потом тут расстреляли. У нас всего в Харькове осталось сейчас до 10 человек. Из тех 16 тысяч, которые погибли. Сегодня память погибших евреев почтили их друзья, дети и внуки. Люди возложили цветы к стене скорби. Этот памятник уже 20 лет стоит на месте Харьковского гетто. Хоть на глазах у многих присутствующих слёзы, тут вспоминают и светлый повод – 68-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Хоть официально праздник 28 октября, из-за выборов харьковчане отдают почести погибшим сегодня. Это очень важно, что молодёжь сюда приходит, знает, хранит об этом память. Если будем помнить об этом, такого никогда не повторяйте. После возложения цветов к мемориалу расстрелянных евреев, люди отправляются в Дробицкий яр, читают там общую молитву. А те, кто видел ужасы войны собственными глазами, дают потомкам главное наставление. Целите каждый прожитый день. Самое главное – это мир на земле. Ксения Байбарис-Буцевич, Медиагруппа «Объектив».